выполняя движение мы перемещаем части нашего тела относительно друг друга по разным траекториям естественно без какой-то стандартизации тяжело было бы описать движение человека так чтобы всем было понятно о чем идет речь именно поэтому при изучении анатомии биомеханики принято рассматривать все движения относительно анатомической позиции в анатомической позиции человек стоит прямо руки опущены ладони направлены вперед чтобы описать движение человека в трехмерном пространстве используют три плоскости движения фронтальную сагитальную и горизонтальную фронтальная плоскость условно пересекает тело человека справа налево разделяя его на переднюю и заднюю части в горизонтальную плоскости мы можем отдалять конечности от центра тела это движение называется отведение и наоборот приближать телу такое движение называется приведение если в этой плоскости мы двигаем позвоночником то такое движение называется сгибание в бок или латеральное сгибание сагитальная плоскость условно пересекает тело человека по центру спереди назад разделяя его на правую и левую части движение в этой плоскости это движение вперед и назад. Например, сгибание плеча и бедра. Разгибание плеча и бедра. Движение позвоночника вперед в этой плоскости называется сгибание, назад разгибание. Еще пример. Разгибание стопы, сгибание стопы. Горизонтальная плоскость условно пересекает тело по линии параллельной полу, разделяя тело на верхнюю и нижнюю части. В этой плоскости возможны такие движения, как приведение плеча в горизонтальной плоскости и отведение плеча в горизонтальной плоскости. Вращение позвоночника вправо или лево. Вращение плеча внутрь и вращение плеча наружу. Вращение предплечья внутрь – пронация. Вращение предплечья наружу – супинация. Вот примеры упражнений, выполняемых в разных плоскостях. Во фронтальной плоскости происходит отведение плеча при работе с гантелями и отведение бедра при работе со средней ягодичной мышцей. В сагитальной плоскости происходит сгибание и разгибание коленных и тазобедренных суставов во время приседаний и сгибание и разгибание позвоночника во время верхних скручиваний. В горизонтальной плоскости происходит вращательное движение в тазобедренных суставах и позвоночнике. Если вам была интересная и полезная информация из этого ролика и вы хотели бы еще глубже разобраться в этих вопросах, напишите об этом в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!